Вот интересно, да? Я ведь ни одной скабрезной шутки сейчас не сказал, а люди смеются. Вы знаете, что сегодняшние продюсеры, редакторы телевизионных передач, они этого не знают. Мои друзья молодые принесли заявку на телевизионную и умористическую передачу, не буду говорить на какой, а один из ТНТ-каналов. Это я случайно проговорился. И продюсер прочитал, продюсер, знаете, вот вы можете сказать, такое словосочетание употребить, порядочный продюсер? Невозможно. Это как шакал-вегетарианец, это то же самое. И продюсер говорит, ребят, это нельзя делать, нельзя снять, почему? Он говорит, а где пошлость? Они специально требуют пошлость от авторов. Они своим поганым маркетингом вычислили, что на каждые пять минут должно быть три минимум шутки про задницу, одна про передницу. И они этого требуют. И я иногда их спрашиваю, редакторов, скажите, вы сами смотрите то, что вы снимаете? Они говорят, да вы что, мы для быдла делаем. Вот когда вы будете смотреть такие передачи, вы помните, кем вас считают. Мое желание, моя мечта, чтобы люди когда-нибудь все выключили телевизор. И чтобы торгаши телевидением не зарабатывали больше бамок на рекламах, ни на чем. Кстати, очень интересно, раз вы так отреагировали, добавлю вот что. Слово пошлость, пошлость вообще есть только в русском языке. А почему? Потому что за поганые, скабрезные шутки брали пошлину. Вы понимаете, что если бы сегодня телевидение платило пошлину с пошлости, кризиса не было бы никогда в России практически. Вот поэтому, это потому что боятся юмора острого, политического, а надо делать вид, что есть свобода слова, да? И решили заменить вот этими шутками ниже пояса, мы можем говорить все что угодно. То есть я правильно формулу вывел, демократия у нас есть, у нас демократов нет. И когда они говорят, что нет, мы были коммунистами, стали демократами, я им говорю, бывших бультерьеров не бывает. Вы представляете себе раскаившегося бультерьера? Кстати, о торгашах. Чтобы вы знали, на Титанике, на Титанике в первую очередь спасали не стариков и детей, а пассажиров, путешествующих в кредит. Торговцам да плинтусы вы все. Им торгаши нужны. Кстати, сегодня исполнилось 10 лет, как из московского зоопарка продолжает сбегать черепаха. Да, сейчас будет юмор бессмысленный. Такая дурь совсем юмористическая. Дурь. Не в этом смысле, а юмористическая. А вы знаете, что первая пластическая операция хирургии лица была проведена в Древней Руси? Результат лихо-одноглазый. Российские ученые нашли в лесу мальчика, воспитанного украинцами. Ну как нашли? Сам присосался к бензобаку. Нормально, дурь, вы воспринимаете правильно. Знаете ли вы? Вот, вот. Это и женщинам, и мужчинам надо знать. Знаете ли вы, что если муж недоволен объемами своей жены, объемами жены, недоволен, не обязательно отправлять ее к дорогому хирургу. Гораздо дешевле купить себе очки 3D. А знаете ли вы, что если ваш GPS-навигатор через каждую минуту кричит, куда ты поехал, придурок, это ваша жена. Вот мужики и зааплодировали, подтянулись. Фраза страшная, народная мудрость страшная, предупреждаю. Знаете ли вы, что искреннее всего люди молятся не в церкви, а в самолете. Ну и, наконец, примета, которой я горжусь. Эту примету знают все, а мое дело было только сформулировать. Вот сейчас и проверим. Если вас посадили в тюрьму, значит, вы украли мало. Но это требует продолжения. А если вас посадили в Думу или в правительство, каждый может сформулировать сам дальше, продолжить. Я зря к вам придирался, зал вообще хороший и такой понимающий, поэтому я хочу прочитать один рассказик. На РЕН-ТВ мне предложили снять несколько фильмов короткометражных по моим лирическим рассказам. Очень мало кто знает, что вообще я в жизни писал рассказы о любви, ну, немножко с юмором, но не эстрадные, в которых я не проявлялся как злокачественный сатирик, вот так скажем. И вот один из таких рассказов, который мы хотим снять на днях буквально. Метро. Люди сидят в воскресный вечер. Такое довольно хорошее у всех настроение. И она разбудила его. Он спал у нее на плечи вот так вот. И говорит, слышь, автозаводская, давай приходи в себя. Он поднял голову так немножко, очнулся, пришел в себя. Говорит, приехали уже. Он говорит, давай, давай, вставай, пошли. И вдруг он посмотрел на нее и говорит, слушай, ну, че, че слушай, че слушай? А может, вот, ну, че может, че может? А может, до Каховской рванем. Че это вдруг удивилась она? Ну, так просто, ну, можем один раз в жизни поехать до Каховской. Зачем, не поняла она. Ну, как зачем? Столько лет здесь живем. А никогда до Каховской не ездили. Ну, знаешь, возмутилась она. А то, что завтра рано вставать, ты об этом не думаешь? Да черт с ним. Завелся вот, подумаешь, ну, не проснешься разок вовремя. Или опоздаешь на работу, а то вовсе не пойдешь. Согласись, молодые ведь. Ну, молодые. Ну, неужели не можем все вот так плюнуть на все? Из бухты-барахты до Каховской. У него глаза загорелись, как будто он сейчас запоет Каховка, Каховка. Она немного подумала, потом сказала, не, не, лучше в другой раз. Вот мне надо кое-что приготовить на завтра, рубашку тебе простирнуть. Вон капнул чем-то. Нехорошо завтра на работу в такой идти. А насчет Каховской, ты знаешь, мы с тобой как-нибудь в другой раз. Вот посвободнее будем, заранее договоримся и рванем. Давай, брось. Разошелся он. Пусть поехали сегодня. Подумай, жизнь уходит. А мы ничего не видим. Так в старости вспомнить нечего будет. А сейчас, представляешь, поезд, говорят, за Автозаводской на землю выходит. По ночной Москве. Там Варшавская. Варшавская, за ней Каховская. Небо видно из метро. Ты видела небо из метро? Поехали. Уговорил, сказала она. Действительно, бог с ним, молодые. Можно и до Каховской. Но в это время поезд остановился, и женский магнитофон и голос объявил. Автозаводская, поезд дальше не пойдет. Просьба освободить вагоны. Они вместе со всеми вышли из вагона и пошли к остановке автобуса. Не судьба, значит, вздохнула. Ничего, в другой раз как-нибудь посвободнее будем. И рванем, начала она утешать его. И до Каховской рванем. И в сквер за дорогой как-нибудь сходим. Да я особенно не расстраиваюсь, сказал он. В конце концов, и так день хорошо прошел. ЦСКА выиграл. Два гола. Оба негры наши русские забили. Офицер российской армии. А завтра на работу с таким пятном и впрямь нехорошо. Вставать рано. Ну, в общем, знаешь, правильно, что сдержались. Но в другой раз точно, да? На все плюнем и рванем. Правда, ответила она. И несчастливые тем, что когда-нибудь совершат удивительное путешествие. Поспешили домой. Причем режиссер придумал очень хороший ход. Пока они обсуждали, люди в метро постарели все. Вот так вот. Я учился в школе не очень хорошо. Грустно в этом признаваться, но надо быть честным. Я не был мальчишки-бальчиш. Нет. Мальчиш-плохиш, да. Особенно, неважно, у меня было с поведением. Мне учителя писали много довольно замечаний. Иногда не хватало места в дневнике. И вклеивали вкладыши на неделю, чтобы уместить все замечания. И вот мой отец очень трогательно поступил. Он сохранил мой дневник за девятый класс. Я недавно, всего лишь года три назад, нашел в его портфеле этот дневник. Я зачитался. Это так интересно. Единственное, мне было жалко, что никто не может больше его прочитать. И когда я пошел в свою школу, где я учился, на вечер встречи, я его показал учителям. Конечно, тех учителей уже нет, которые меня учили. Но учителя молодые, современные. И они вот так вот прочитали. Они на меня посмотрели с цинизмом микробов. Я говорю, даже не улыбнулись. Говорят, а вы хотите почитать сегодняшние замечания? Я прочитал. Я когда их прочитал сегодняшние, я понял, что я... Я не мальчиш-плохиш, я снегурочка. Посмотри. И я решил сравнить. Вот какие замечания были в то время, когда я учился. И вот замечания сегодняшние. Ну, к примеру. Время моей учебы. Это безобразие. Ваша дочь пришла в школу с накрашенными ресницами. Сегодня. Это возмутительно. Ваша дочь пришла в школу ненакрашенной. Мое время. Пишет вам учитель по труду. Ваш сын курит на переменах. На уроках от него на весь класс пахнет табаком. Сегодня. Пишет вам школьный трудовик. Купите своему сыну сигареты, а то он их стреляет у меня. Время моей учебы. Ваш сын на уроке истории бессовестно жевал жвачку и давал ее жевать другим. Сегодня. Вашему сыну на уроке истории доставили пиццу, и он распродавал ее по партам. Время моей юности. Ваш сын забыл взять лыжи на урок физкультуры. Сегодня. Ваш сын пришел в лыжах на урок математики. Наше прошлое. Ваш сын в диктанте слово коэффициент написал с одним F. Это безобразие. Сегодня. Ваш сын в диктанте слово коэффициент написал раздельно в два слова. Кайф-цент. СССР. Ваш сын принес школу рогатку и выбил в кабинете директора стекло. Россия. Ваш сын принес школу пистолет и выбил у директора 5000 рублей. Время моей учебы. Ваша дочь в сочинении «Как я провела лето» сделала три ошибки. Сегодня. Сочинение в вашей дочери «Как я провела лето» признано хитом на сайте шалунья.ру. Время, когда учился я, ваш сын утверждал на уроке литературы, что Маяковский писал лесенкой, потому что ему платили построчно. Сегодня. Ваш сын убеждал весь класс, что Маяковский писал лесенкой, потому что у него заедала клавиатура. СССР. Ваш сын не смог назвать дату рождения Ленина. Россия. Ваш сын на вопрос «Кто такой Ленин?» ответил, что он точно не помнит что-то типа первого российского фараона, мумию которого нашли в Мавзолее. Время моей школы. Ваш сын был приведен в школу участковым за то, что перевел старушку через улицу на красный свет. Это я с себя написал, это подлинно. Сегодня ваш сын был приведен в школу ОМОНовцами за то, что переводил старушек через улицы за деньги без их согласия. Время моей учебы, моей школы. Ваш сын написал на стене зауч-козел. Сегодня ваш сын вывесил фото зауча школы на сайте интимных услуг. С расценкой 100 долларов в час. Это безобразие. У нас даже директор школы столько не зарабатывает. Ну и наконец последнее. СССР ваш сын натер доску мылом и теперь на ней невозможно писать. Сегодня ваш сын подсыпал кокаин в свисток физруку. И теперь того невозможно остановить. Вот обиднее всего, что сатира не приносит той пользы, ну которую бы хотелось бы, чтобы она приносила. Объясню на примере. Этот рассказ весной я прочитал в одном городе на Волге. Все смеялись, было много молодежи. Проходит месяц, я получаю письмо. Не по электронной почте, по обычной почте. В письмо вложена статья из газеты. Спасибо.